Большой праздник пройдет в эти выходные. В честь Дня молодежи впервые в городе состоится фестиваль граффити. Возрастных ограничений нет. Мастера начнут трудиться с самого утра и уже к полудню горожане смогут увидеть первые наброски. Череповчане уже в предвкушении торжества. Ребенок повеселился, молодежь повеселилась, ну и мы тоже зарядились позитивом. Так что ждем, сколько хорошего. Всегда здесь все интересно. Много народу весело. Приятная атмосфера. На площади молодежи художники распишут три больших куба. Предварительно прошел конкурс эскизов. Заявок на участие было несколько десятков. По итогу в финал вышли восемь работ. Среди победителей оказалась и Ирина. Рисовала она с самого детства, поэтому решила стать профессиональным художником. Я уже занималась различными росписями в городе Череповце, поэтому мне это интересно. Как я поняла, что я буду рисовать, просто создала эскиз на тему, которое меня больше всего интересует на заданную тему. Мне нравится тема, что Череповец спорт пяти морей. Мне кажется, это красиво, интересно и необычно. Так он и появился. Продемонстрировать свой талант смогут и целые коллективы. Общественная организация помощи людям с особенностями развития также попали в финал конкурса. Эскиз спортивного зайки придумывали все вместе. Воплощать его в жизнь будет команда порядка десяти человек разного возраста. Мероприятие будет посвящено юбилею нашего города. Город у нас молодой, активный и спортивный. Мы хотим как раз представить тот вид реабилитационного спорта, которым мы занимаемся. В осуществлении нашей идеи будут принимать участие дети. Мы выбрали простой рисунок. Это будет такой детский персонаж, который будет в роликах. Также на площади будет зона свободного граффити, где любой желающий сможет подойти и порисовать. Юные череповчане уже начали придумывать эскизы. Танк. А еще? Самолеты, вертолеты. Наверное бы миленького жирафика. Все материалы для творчества предоставят организаторы фестиваля. Настоящее арт-пространство будет посвящено 245-летию череповцам. Екатерина Мокринцева, Сергей Павлов. Новости.